Все для фронта, все для победы. Такой лозунг слышал каждый ребенок. Во времена Великой Отечественной войны эти слова вдохновляли миллионы людей нашей страны. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и культуры, женщины и, конечно же, дети. Когда началась война, Валентине Александровне Зининой было четыре года. Родом она из деревни Большая Лисовка Псковского района. Наши войска отступали, а я в деревне в то время была. И жили с немцами в начале. Человек пять или шесть ли их было и один офицер. Нас не обижали. Я и одна в семье была. Бабушка и мама. Папа уже воевал. Даже приходили им посылки, угощали меня. И хлебушек давали. И конфетки какие-то. Но это продолжалось недолго. Вскоре семью Валентина Александровны фашисты выгнали из дома. И они отправились в Эстонию. Но не дойдя до места назначения, попали в концлагерь. Я лагерь очень смутно помню. Помню что-то, ну вот как сейчас называют ангары. Даже нары я не помню. Просто-напросто на земле как-то. Костры прямо там же жгли. В 1943 году обстановка изменилась. Красная армия освободила пленных. И все, кто находился в концлагере, отправились в самые разные уголки нашей родины. Когда мы вернулись, пришли в деревню, а деревни нет. То, что было сложено из камня, всё это взорвали. А то, что было деревянное, всё сожгли. Когда мы пришли на свой участок, получилось так, что там стояли наши несколько человек, солдат, радистов. Рация у них была. И у них был окоп выкопан. Сказали, что нельзя пить нигде воду. Один только колодец на всю деревню, который не отравлен. А по берегу рассыпаны какие-то отравляющие вещества. Несмотря на предупреждение, Валентина Александровна всё же отравилась. Её кожа покрывалась сыпью, гныниками и другими болячками. Пройдя реабилитацию, Валентина Александровна вместе с семьёй отправилась в город Псков, где окончила семь классов, после чего поступила во Владимирское училище. Все советовали идти учиться на монтажницу. Но когда коснулась, где я была во время войны, мне сказали, нельзя, ты была под оккупацией. Я училась на Токаре. Два года отучилась, получила пятый разряд. Отработав полтора года на тракторном заводе, Валентина Александровна вернулась домой и вышла замуж. И в 1963 году она вместе с мужем переехала в Арзамас-16. Сейчас моё счастье в моих двух правнучках. Это моя радость. У дочери дочка, а у неё две маленьких девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова